способы и средства с помощью которых государство воздействует на людей определяет политический режим режим и разделяют на демократические и анти демократические анти демократическим относят тоталитарный и авторитарный режим и слово тоталитаризм политический лексикон ввел лидер итальянских фашистов бенита муссолини ему же принадлежит фраза ставшая фактически формулой тоталитаризма все в государстве ничего вне государства ничего против государства тотальный то есть полный государственный контроль над всеми сферами жизни общества одна из важнейших черт этого режима контроль за населением в тоталитарных государствах достигался за счет всеобщего стукачества все следили друг за другом и доносили в нужные органы в тоталитарных государствах особую роль играла правящая партия во главе с вождем эта партия вскоре становилась как правило единственной поскольку всякая оппозиция власти уничтожалась власть становилась полностью бесконтрольной со стороны общества она ни перед кем не несла ответственности поскольку партия на то ее взгляды на общественное устройство становились официальной политикой государства и никто не смел возражать иначе репрессии такой порядок поддерживался с помощью силовых структур люди боялись высказывать мнение возражать их воля подавлялась тоталитарный режим утвердился в двадцатых годах двадцатого века фашистской италии а в тридцатых годах в нацистской германии среди главных причин которые позволили установиться этим режимом называют стремление населения к стабильности к твердой руке или к реваншу то есть эти настроения возникали из-за трудностей жизни то что было людей не устраивало они хотели перемен уже в первый год прихода гитлера к власти в германии осуществили следующие меры был введен запрет на свободный выезд граждан из страны многие профессора изгнаны из высших учебных заведений был издан закон об обеспечении единства партии и государства несмотря на то что отцы тоталитарного режима рассчитывали на длительность существования их порядков тоталитаризм по историческим меркам оказался недолговечным слово авторитаризм происходит от латинского слова и означает власть влияние в истории человечества было много примеров авторитарных государств это и восточные деспотии и тирании древнего мира и абсолютные монархии средневековья авторитарные режимы существует и сегодня в основном они в бедных странах азии африки латинской америки между тоталитарным режимом и авторитарным есть общие черты авторитарному режиму также присущая монополия на власть одной партии ее лидер становится общенациональным вождем роль парламента если он есть или других государственных органов очень незначительно политическая оппозиция если и допускается находится под строгим контролем и в случае малейшей угрозы правящему режиму ее деятельность сразу пресекается при этом политических противников зачастую попросту убивают для удержания власти широко используются вооруженные силы права и свободы граждан могут декларироваться однако на практике постоянно нарушаются но при этом сохраняется свобода экономической деятельности в 1973 году в чили в результате военного переворота был свергнут президент сальвадор альенде лидер социалистов к власти пришел генерал аугусто пиночет он запретил деятельность всех партий и создал тайную военную полицию в 1980 году пиночет без проведения выборов был объявлен президентом одновременно стал расширяться частный сектор в экономике страну был допущен иностранный капитал встречаются политические режимы которые сочетают черты тоталитаризма и авторитаризма к ним политологи относят режим генерала франсиска франко в испании который пришел к власти в 1939 году его режиму были присущи диктаторские полномочия лидера запрет на деятельность политических партий отсутствие политических свобод но при этом сохранялась значение католической церкви слово демократия в переводе с греческого означает народовластие в отличие от бесконтрольной власти в условиях тоталитаризма и авторитаризма в демократическом государстве власть подконтрольно обществу это обеспечивается свободой средств массовой информации ведь очень часто именно журналисты рассказывают о злоупотреблениях чиновников также наличием политической оппозиции то есть наличием многих партий также активной работой общественных организаций экологических правозащитных и других другим способом ограничения власти является ее разделение чтобы не было возможности злоупотребить властью важно чтобы различные власти могли взаимно сдерживать друг друга речь идет о трех ветвях власти законодательной исполнительной и судебной более подробно расскажу о них в другом параграфе статье 3 конституции рф указано что народовластие может осуществляться как непосредственно прямая демократия так и через выборные органы власти представительная демократия непосредственной формой народовластия в древнем мире была афинская демократия там все свободные граждане участвовали в принятии политических решений то есть голосовали но одно дело когда речь шла о небольшом городе до 10 тысяч человек и другое дело современные страны с многомиллионным населением согласно конституции народ на выборах определяет кому доверить власть в государстве и может принимать важнейшие решения форме референдума всенародного голосования по наиболее значимым вопросам государственной и общественной жизни так именно на референдуме была принята в 1993 году ныне действующая конституция а в 2020 году предложенные в нее поправки большую роль в современном мире играет представительная демократия при ней граждане осуществляют свое право на управление государством не лично а через избранных ими представителей депутатов поэтому и важна многопартийность ведь она позволяет полнее учитывать и выражать интересы различных групп населения демократическому режиму присущи политическая свобода граждан право голоса свобода слова свобода получения информации право пребывания на государственной должности право создания политических организаций и равенство всех перед законом в последние трети двадцатого века число стран которые перешли демократическим формам правления возросло демократия утвердилась в греции испании португалии в ряде стран азии и африки а также в странах бывшего советского союза вместе с тем есть и обратный процесс в некоторых странах латинской америки уходят от демократической формы правления существуют разные взгляды на формы демократии в современном мире согласно одной точки зрения эталоном демократии является западноевропейский вариант с упором на защиту прав и свобод отдельного человека основу другой позиции составляет убеждение в том что демократические ценности должны сочетаться с культурными и историческими традициями каждой страны из минусов демократии это огромные затраты на избирательные кампании и тем не менее демократия это единственный режим который обеспечивает не только влияние государства на общество но и воздействие народа на власть друзья на этом все это был третий параграф за девятый класс увидимся в следующих видосах